кто же воевал у нас с вами друзья мои в это время ну я так понимаю что вы понимаете значит что пять мнений на трех участников обязательно найдется особенно среди кунгурасов но приведу цитаты сейчас особенно упоротых то есть они замечательные совершенно в 1812 году кесарь император напал на августа императора в геральтике корон их разделяет корона гота императора год с большой буквы кесарь он же был и марионеткой масонов которые мечтали присвоить коронационные регалии августа императора которые хранились в москве наполеона же и карла великого епископ римский короновал варварскими регалиями юпитера через которых и сделал их ослами все шесть букв ослами заглавное то есть к слогам написано с восклицательным знаком которых и не признавали если бы не их армии согласитесь да я вот прям ногами сучу от восторга под столом потому что нет конечно блестящие цитаты но если чуть поближе к нашей клево то значит что они говорят наши конспирологи делятся на как мы с вами вот сейчас цитату глаза главную слышали я там еще несколько приведу но они делятся на три основные категории ну первая категория вам уже намек понятен и главное ну вот значит вторая категория конечно французы но французы отказываются они говорят что мы как бы не желали вот этого московского пожара вот дают цитату сигюра стал нашего с вами он то что везде и вот он как бы говорит что когда наполеон вступил в москву то дал соответствующие команды насчет вот обеспечения порядка такой как бы милицию даже создал фактически из особо таких как сказать активных граждан москвичей имеется вот чтобы они не допускали грабежей вот и первые очаги кстати пожаров французы по воспоминаниям сигюра тушили совместно с местными жителями несмотря на то что сейчас это наверное неправильно так говорить вот цитата мы сами смотрели друг на друга с каким-то отвращением нас пугал тот крик ужаса который должен раздаться по всей европе мы приближались друг другу боясь поднять глаза подавленной этой страшной катастрофой она порочила нашу славу грозила нашему существованию настоящем и будущем отныне мы становились армии преступников которых осудит небо и весь цивилизованный мир ну странно это конечно читать 200 лет уже как бы понятие гагского трибунала вот это все уже как бы работала во всяком случае в французской армии да то есть он боится он кстати напомню что наполеон на самом деле собирался как конфетку сохранить москву он очень радовался что ему без боя ее сдали то есть он ее собирался выторговать у александра на что-нибудь такое очень ценное там много всего сами понимаете можно было виду например в том в том числе самое главное это выгодный мир значит но российская империя да вот мы с вами уже упоминали генерал-губернатора московского это растопчина вот он его все время обвиняет в том что он намеренно поджег там это много историй кстати действительно значит там что завезли завезли материалы взрывчатые для порох он потом отсырел не смог взорваться вот это все это можете почитать это очень-то нам напоминает кстати говоря вот эти современные ну времен стали надо то есть второй мировой войны события там тоже в общем-то по-разному трактуются момент ну как бы период отступления и период вот этого хаоса период наступления немецких войск скорее они отступления советских здесь такая же примерно история значит но вот значит растопчин полностью потом отрицал он через лет по моему 15 или 20 уже на старости лет издал мемуары причем записывали не сам писал это записывали за ним воспоминания там четверо как сивы мерин этот растопчин но тем не менее значит там он четко говорит это все собака наполеон это он злодей все вот это я на самом деле даже в голове не держал чтобы поджигать и взрывать кремль вот ну до сих пор кстати обратите внимание правда как таковой стопроцентно не существует она существует в зависимости от интерпретируемого то есть вот от интерпретатора вот так скажем вот значит но третья сторона нас с вами главная сторона она конечно нас больше всего интересует и в общем то но понятно о чем говорят попались эти гады эти масоны я сейчас цитату вам дам то есть они понятно что масоны подпалили все это и наверное устроили ядерный бомбеж вот цитата значит конспиролуха многие столетия ни одна крупная война не возникала сама по себе всегда был некто который стравливал соседей доводил конфликт до точки взрыва провоцируя бойню а затем распространял свое влияние на ослабленные войной народы так было во время второй мировой войны когда германцы и русы кстати обратили внимание что ошибается гражданин него во время второй мировой войны германцы и русы истребляли друг друга они истребляли друг друга в рамках великой отечественной войны здесь это какая-то такая стратегическая ну как бы непонимание незнание необразованность да ну ладно то есть вот они значит эти германцы и русы истребляли друг друга мировая за кулисы делала свой выбор кого из противников обескровленных противостояния потребуется добить как нежно обратите внимание вот этого звучит германцы русы да то есть как вот покатайте на языке то есть он так даже те страшные события противостояния двух врагов капитальных он уже забыл ну вот нежно называет как что мы в общем на самом деле стратегические друзья с германцами мы так называемые русы ну вот далее цитату заканчивая значит это и финансирование наполеона из соответствующих источников и его труднообъяснимое решение воевать с россией оставив в покое своего главного врага англию как позже поступил и гитлер ну вот как видим да то есть этот хитрец он как он такой аккуратный такой многозначительный ни слова кстати говоря не сказал но я скажу кто это выполнены это жидомасоны чтобы не забанили легко согласитесь не у тебя инопланетян же он имел ввиду а конечно вот он вот этих на букву же имел ввиду вот такие дела на ну я почему-то думаю друзья мои что надо с войной московской войной и бомбежкой москвы ядерные заканчивать потому что с одной стороны ну мы очень долго об этом говорили ясно что это событие очень сильно беспокоит алексей кунгурова со товарищи и они наверное приведут больше аргументов каких-то но мы с вами разобрали самую суть да то есть надеюсь это в общем-то очень понятно трезво без какой-либо кульчины и без какого-либо идиотизма на то есть понятно ну на случай ядерной войны в москве мы с вами не заметили